В свои неполные 12 лет Таня Тижина подтягивается больше и быстрее, чем мальчишки-ровесники. Девочка посвятила свою жизнь спорту и уже через пару лет планирует стать тренером. Он мне дает силу, уверенность в себе. И я работаю в команде, и мне это помогает. То есть дружить там. А на тренера я уже два года стремлюсь к этому. То есть хочу пойти на тренера и тренировать маленьких детишек. В детском оздоровительном военно-спортивном центре «Юность» нормы ГТО сдают ребят от 8 до 14 лет. Каждая из них занимается в какой-то спортивной школе. Здесь и гимнасты, и баскетболисты, и маленькие профессионалы в аэробике. Я почти села на фапогат. Еще я стала выше прыгать, научилась отжиматься. Нам нужен спорт для того, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы мы там не болели, закалялись. Спорт всегда поможет. Не чтобы как-то плохие люди курят, пьют, а лучше заниматься спортом. 11 этапов, бег, прыжки в длину, отжимания, подтягивания и многое другое. Проверить, как чувствуют себя дети и готовы ли лагеря к таким мероприятиям, приехали городские власти. «Здесь для детей есть все условия для того, чтобы показать свои успехи в спорте и подготовиться ребятам, которых интересует военное дело, к службе в армии и, может быть, даже профессиональной службе, как офицерами». «Какой-то итог для себя они подводят, такую черту. Кому-то нужно подтянуться, кто-то может сейчас через 40 минут будет рад, что он все сдал и уложился, и будет этим гордиться, а кто-то может немножко расстроиться и будет дальше работать, чтобы добиться вот этой сдачи норм ГТО». Вслед за спортивной сменой в лагере начнется военно-патриотическое. Мариана Мирная, Станислав Левин. События.